достаточно большой здесь такой комплекс это единые четыре вот корпуса стоят за общим забором во дворе там у них я вижу и какая-то беседка и зелени очень много на берегу моря современный комплекс но и он достаточно дорого должен стоить по сравнению вот с этими корпусами конечно здесь интересней инфраструктура должна быть и конструкцию те что старенькие корпуса они обычно без лифта без ничего а здесь лифты то должны быть однозначно и в этих вот более современных возможно что есть генератор во дворе старых генераторов точно нет потому что он стоит дорого жителей немного по количеству квартир достаточно здесь смотрите какое количество большое вот и они скорее всего просто откажутся от того чтобы остали генератор алата парк называется в эрдемли это место потом выходить на пляж у них свой много застекленных балконов то есть здесь круглогодичного проживания много квартир машины там во дворе видны но немного хотя возможно что вы просто большая часть парковки я с другой стороны здесь тоже машина стоят пальмочки вот эти новенькие посажены не так давно видимо поэтому они есть такого невысокого роста 20 градусов показывает термометр вот электронный 23 11 20 21 вот такое сегодня у нас время число вот время 17 19 6 час время сейчас быть темнеть уже здесь около шести будет уже полностью темно и мы по темному домой поток потихонечку ну по городу идешь все освещается маленький кусочек от трассы мы там проходим в принципе тоже нормально все там видно там точки стал бы с освещением есть вот это ограждение это речка она к речке как-то здесь изгибается посмотрим как здесь он машины проезжают видимо поэтому мосту можно перейти их от душевые кабины можно обмыться и зайти домой так сказать и широко обратить внимание здесь прям проезжая дорога если что река там какая интересная никакая одни камни сегодня сезон будут более дождливый сезон начнется особенно эти дождей будут идти в горных горных местностях а сюда он придет по вот этой вот проложенному руслу так сказать может быть дождя здесь не будет но вода здесь будет потери речки по этому руслу проходить тоже пальмочки все в пальмочках здесь маленькие пальмочки забором смысл эти большие пальмы насколько я понимаю в турецком языке аллата это означает золото вот какой-то значит вот такой вот золотой парк здесь в эрдемле стоит эти цветы которые перед пальмами они цветут сейчас просто они видимо опали а так сколько помню они сюда он с каким-то красными цветами вон там парочка болтается а там какой-то спортивная площадка мы сейчас пойдем посмотрим что там происходит на той спортивной площадке по-моему там футболисты играют это автомобильный мост я по нему на велике проезжал тут русло прям рассистились мои трактора видно работали недавно весь камень слева справа откинули теперь чтобы вода лучше бежала а этот камень вероятно с горы притащила вон там дети играют футбол сейчас мы тут тоже пройдемся по этой стороне парка кстати где-то здесь я рядом с этими площадками спортивными я находил домик это администрация спортивных вот этих всех секций всех секций сразу вот и они меня отправили направили собственно говоря в секцию тэквондо на этой стороне такой большой неблагоустроенный пляж но очень большого размера много спортивных площадок кафе вот здесь есть спортивные площадки я вижу здесь написаны тайский бокс и футболистов я там видел и так далее и тому подобное так я вышел сюда посмотреть что здесь интересного ну мне кажется со временем этот пляж тоже благоустроит поскольку вон те он дома строится потребность в этом пляже будет пока что так он проходной может только вычистить начали здесь вот эти вот как назвать их полумесяц все вот кабинки есть для купания и переодевания баскетбол написаны здесь я где банды все-то хотят детская площадка ну то есть совсем маленький парчик буквально несколько лавочек горочек с другой стороны этого парка стоят точно такие же вот эти как назвать их полумесяцы то есть вот эта площадка для как там пляжного баскетбола пляжного волейбола песчаное покрытие с очень чистым песком так я не помню был ли я там правее вернее я там проезжать проезжал а вот что там правее сейчас вот если выйти из ворот я не помню я не помню эх прозевали смотрите чу-чук фестиваль был 20 косыма 20 числа с 10 до 21 30 Мы не знали, можно было сходить. Первый раз мы встретились в этой надписи. Где она проходила, единственное, я не понимаю. В общем, был такой вот морской детский фестиваль. Это было 20 ноября. А сегодня у нас 23 ноября. Так. Пойти в ту сторону прогуляться, посмотреть, что там интересно. Здесь, короче, продолжение парка. Он такой, более зеленый, скажем так. Больше поверхности зеленых. Дорожки, лавочки. Вот, здесь вот рядом с каким-то морским, не знаю назвать его портом или что это. Здесь много лодок всяких. Много каких-то корабликов. Вот прямо здесь вот их видно. И то, что они стоят все на берегу, это не в море они находятся. Пойду поближе подойду. Там видно, что они старенькие, древние. Видно, уже отходили в свой срок. Но сразу их не пилят на металлолом. А вот тут оставляют для чего-то. Возможно, что ремонтировать будут. Тут под пальму оформлена какая-то башня. Не знаю, что она, в какой функционал ведь несет. Но вот у нее ствол под башню сделан. И вверху какие-то листья торчали. А сейчас опадало все. Да, вот они, они. Катерки и моторы на них стоят. Может быть, какие конфискованные это корабли. По каким-то причинам. Вот, смотрите, такой кораблик, такой. И на прицепах, и без прицепов. И совсем ржавые прям. И побольше. А там вон вода, там видно этот. Какие-то корабли на воде стоят. Видимо, это какой-то... Ну, назовем это ремонтный какой-то причал. Бочка какая-то огромная стоит. Видимо, как-то так это место используется. Ну, и тут вот парк такой зелененький. Здесь вот просто лавочки и дорожки, и травка. А вот там дальше, я помню это место, там есть детская площадка. Такая достаточно большая. Вот, смотрите, какая большая. Олей на пять. Какая большая лодка, назовем это. А вот валяются какие руины. И такие, и такие, и большие. Видите, тоже все внизу. Этими морскими моллюсками все облеплено. Проржавело, прогнило. А то и вон на том корабле какие-то арабские надписи. Возможно, что откуда-то был привезен сюда он. Вот еще больше корабль стоит здесь вот слева. Вот синий с белым. Видите, а вот левее еще есть коричневый низ, белый вверх. Как-то так вот здесь вот тоже строительство идет. Вот в Турции тоже обратил внимание, что строительство идет достаточно, ну, нормально такими темпами. Почти везде, где стройка какая-то там, в городках, в больших, в маленьких, везде. И люди покупают эту недвижимость, но при этом очень много недвижимости здесь летней, то есть та, которая не занята постоянно. Вот в наших сейчас, где мы сейчас живем, на селеном пункте, не бывает такого, чтобы вот... Свет горел во всех квартирах и летом-то не везде горит, а зимой и того меньше. Где какой-то Чеф-Денис, Чеф-Денис-9 корабль стоит вот здесь. Вот. То есть есть у людей деньги свободные, чтобы купить недвижимость, но чтобы жить негде, такого нет у людей. То есть у людей стоят квартиры, таким образом вложены деньги и квартиры как дача используется. Вот. При том, что, ну, от нас не так далеко ехать до Мерсина или Мерсина, то есть теоретически люди могли бы там снимать, ездить на работу. Мы, например, вот там общались у дамы, у нее муж ездит на работу в Селевке. Это километров 50, утром туда, вечером обратно. Нет, за Селевке, наверное. Да, километров 50-60. Вот. Вот. И для, ну, для жилья не это место выбрали, потому что у него жена здесь чем-то там занимается, работает туда-сюда. Вот. И поэтому у них и жилье получается много свободного, цена нормальная. А если туда поближе, говорит, брать жилье, там тоже есть, но туда, что работает жена, там трудновыполнимое, так сказать. Потому что людей намного меньше, русскоговорящих, клиентуры там меньше и так далее. Так что в Подмосковье, например, очень мало квартир, которые куплены и стоят в пустыне. Обычно они все заняты, сдаются. А здесь таких много. Вот парк. Сейчас еще присяду, отдельное видео сейчас сниму, наверное, расскажу про... Там по один вопрос. А потом продолжу гулять, наверное, пойду уже в сторону детской площадки, вернее, детской тренировочной базы. Так пахнет вкусно. Не знаю, от деревьев или от цветов. Цветы, цветы, вот здесь цветы, прошу прощения. Эти розы так пахнут. Пойду на лавочку присяду, здесь их много свободных. Поговорю с вами. Так, всем привет. Обещали мы рассказать поподробнее про карточки автобусные, которые мы оформили. Нам подсказали, что есть такие карточки, можно на автобусе ездить там... Вардемли, Мерсин и так далее. Вот. Единственное, сказали, что они есть, а как их получить, мы сами узнавали. Итак. В... ТЖ, если не ошибаюсь, есть старое здание Бильдие, как так оно называется. Я ссылочку на него приложу. И если с правой стороны в это здание зайти, там прям сразу чуть не единственный кабинет. С левой стороны он находится, целая очередь у него всегда. Где-то карточка продается. Она стоит 5 лир, если не ошибаюсь. Вот. Она просто неименная, ничего не надо, никаких документов. Просто приходишь, 5 лир отдаешь и забираешь карточку эту. Карточка пластиковая. Она у меня сейчас есть, я вам покажу, как она выглядит. Вот. Единственное, она станет именная, когда вы ее впоследствии зарегистрируете. Поскольку сразу она не работает. Для этого вам надо зайти на сайт. Я вам приложу ссылку на этот сайт внизу. На который надо зайти и ввести данные этой карты. Ввести данные своего банковского аккаунта, если не ошибаюсь. Вот эта карточка, вот так вот выглядит она. Плюс-минус. Вот. Они там с какими-то кодами, вот эти, не знаю, что означают. Вот эти карточки такие. И по этим карточкам потом впоследствии можно кататься в больших автобусах. Большие автобусы, вот, например, у нас здесь проезжает 156-й, 170-й автобусы. Он идет от Эрдемли до Мерсина. Единственное, что в Мерсине у них конечные разные. У этих автобусов. Для проезда для них, как в Москве, турникетов никаких нету. Просто заходишь, прикладываешь и едешь. И нам, когда эту карточку эту сватали, говорили, что, ну, просто рассказывали про них. Мы, чтоб без них в этих больших автобусах не проедешь. И в них, например, в большие автобусы школьники не садятся, турецкие. Они пропускают их просто. Я видел, что люди все-таки садятся в большие автобусы и платят наличными. Но, когда ты платишь карточкой, ну, заходишь, главное сразу сказать, куда ты едешь. Там, грубо говоря, садишься туда-то туда-то, Эрдемли, там, как-то мы садимся. И проезд получается дешевле. Примерно, ну, не в половину, процентов в 40 дешевле получается проезд. Вот. Ты на этом сайте, который я ссылочку приложил внизу, заходишь, указываешь номер своей карточки, указываешь свои... Там, по-моему, сразу видно, какой баланс есть на этой карте. И этот баланс этой карты можно пополнить. Пополнить баланс. И потом, впоследствии, заходить в автобус и прикладывать. Водители автобусов говорят, что по одной карте можно несколько человек ездить. Но есть одно но. Когда оформляешь эту карточку, ты оформляешь ее на имя. Там, конкретно, она... У нас четыре карточки. Одна на мое имя, жены, детей отдельной карточки. И к каждому еще привязываешь хескод. Поскольку хескод здесь, он появляется, то пропадается, требуется. Его периодически начинают при входе, там, например, в торговые центры. На железнодорожный вокзал требуют хескод, там, и так далее. Поэтому сказать, что купить одну карточку на семью и кататься по ней и да, и нет. Потому что хескод-то не может быть на семью, там хескод на человека. Поэтому, ну вот, примерно, грубо говоря, если я еду 3.50 до Эрдемли, вот от дома, иногда больше сдирают. Тут водители пятерку берут и семь могут взять. Вообще они тут такой достаточно простой народ. Вот, если маршрутки селевки написаны, вот они могут пятерку взять с одного человека. А если я еду в большом автобусе с этой карточкой, то с меня берут 2.10, что ли, как-то вот так вот. В общем, 2 с небольшим лиром. Вот. В принципе, если в эту сторону ехать. А если ехать в сторону Мерсина, то получается еще интереснее. Если без карточки 9.50, по-моему, стоит проезд. Ну, маршрутки там и так далее. То по этой карточке что-то 4 с чем-то, то ли 5 с чем-то лир. А если внутри Мерсина по ней кататься, по этой карточке, то там тоже небольшие суммы получается. То ли 1.50 и так далее. Рубль 50 лир. Полторы лиры, вот. То есть, это если вы без машины и много поездок совершаете, это однозначно выгодно. С этим стоит заморочиться. И вот этот... Я укажу ссылку, где находится это здание. Это одно из мест продажи этой карточки. Потому что я где-то читал, что в том же Терже есть там алкогольные маркеты. Я название сейчас не помню, как они называются. И в них эти карточки продают. Те же 5 лир стоят. То есть, в принципе, можно не заморачиваться, далеко не ехать. А если вы в Терже живете, эти алкогольные маркеты посетите и спросите, есть ли у них Кент-карт. Кент. Такие были сигареты. Раньше Кент, когда я курил. Ну, а также еще пойду спрошу у Кента. Ну, то есть, Кент-карт спросите. Если есть в этом магазинчике в Терже, то можно приобрести и пользоваться. По поводу автобусов, никаких больше замечаний, думаю, делать не имеет смысла. Ну, там надо просто сесть в Google Chrome открыть этот сайт, который внизу приложен для оформления карточки. И просто внести свои данные, в том числе данные ХЭС-код. И все, и ваша карточка. Закиньте деньги, будете пользоваться. В принципе, проблем быть не должно. Где-то другие места посещения, положить деньги на карточку затрудняюсь подсказать. Возможно, что в этом ликер-водочном магазине тоже же подобное есть. Что-то полицейские на мотоциклах здесь раскатались. Но они постоянно контролируют здесь везде все. Полицейские на мотоциклах очень частое зрелище. Они всегда с включенными проблесковыми маячками катаются. В шлемах. Стараются не нарушать правила. Тут очень часто. Вот. Так что, если какие-то вопросы по этой части у вас возникнут, пишите. И мы вам подробно подскажем. Все. Какой-то новый сериал или старый. Не знаю. Рекламируется. На каком-то рекламном стенде. Вот. По каким-то дням он показывается. Позар ТС. Это понедельник. 20.00. Восьмого ноября его стали показывать. Не знаю. Наверное, интересный. Я сериалы как-то не очень. Магазин нашел. Интерьер. Описано. Что-то там. Гифт. Кружки интересные. На подобии, как наши. Вон те. Много чего интересного. Какие-то статуэтки. Не знаю. Кому-то это может быть даже нужно. Очень отличное. Кружочные интересные. Что-то. Какие-то не могут быть. Не надо думать. Прикаж – да. Что-то. Я так и надеюсь. Еще раз. С≠ хрисок. С≠ хрисок. А. С≠ хрисок. Наташа, ты что-то дороже. называется сейчас я попробую обнаружить в общем это дорога края набережная идет она на ней есть филика магазин рыболовной принадлежности этом с ним и вот где дженгел ченгел называется лифт интерьер какие-то мелкие штучки которые может быть кому-то будет интересно приобрести побродила немного по району вернулся к детской береговичной базе сегодня даже замерзли там они закрыли дверь вот эта дверь у них обычно открыто так что сейчас дети скоро выйдут мы пойдем домой